У меня просто стоит этот сад камней, но там не песок, а это соль, короче. И вот у меня кошка солевая по куду. Она стала туда залазить лапой и ковырять соль. Потом вот микрофон рядом стоит, она в него обтерлась, и весь микрофон в волосах теперь. Знаешь, есть на микрофоны такие штуки, которые... Шипы? Нет. Которые от ветра, типа вайнскрины. Они называются Dead Cat. Потому что есть такие, которые прям пушистые. Они типа кошки. А есть такая игра, знаешь, Postal называется. И там... Не надо. Не туда, да? Поворот не туда произошел. Вообще не туда. Привет, друзья! С вами единственный в мире 89 выпуск подкаста на краю вселенной. Мы вновь встретились за виртуальным столиком уютного бара на просторах игровой галактики, чтобы обсудить последнее событие из мира игр. Я Егор Феникс Бекей, и сегодня размайнивать крипту обратно со мной будут генерал Сергей Воронкин. Привет, Сережа! Воронкин? Воронкин. Я услышала Воронкина. Он так и сказал. Сережа, здравствуйте. Хай, хай. А также Настя Ворлдологистова, которая продала все свои копии Пал Ворлда с прошлого выпуска. Разбогатела. Это я. Всем привет. Привет. Ты наварилась, нет? Нормально, да? Нормально все? Класс, отлично. Вот, значит, смотрите. Я думаю, Фил еще наварился с Пал Ворлда немножечко. Поэтому окончательно, сойдя с ума и АБФ, он собрал всю свою группу с Майкрософта и решил сделать подкаст. Не такой крутой, как у нас, конечно, но... Но при этом очень широкий, очень широкий. Очень, невероятно просто. Там в 8К, говорят, люди, не помещалось. Да, это ультра-ультра-вайт. А есть ультра-ультра-блэк? Не знаю. Простите, очень плохая шутка. Может, тебе как Вонта Блэк, цвет, который не отражает цвет? Ну, можно. Короче, были слухи, что Майкрософт хочет поменять свою стратегию взаимодействия вообще в индустрии с игроками, с консолями, с железом, со всем остальным. Вот и первые слухи. Стратег.ру. Портал про игры, консоли и ачивки. Ну, надо было стратегия подвязать. Ты мастер перехода, Серёжа. Серёжа, даже не Воронкин, почти Воронин. Третий брат. Короче, да, вот он почитал у нас новости, узнал, что ходят слухи и решил сделать подкаст. В общем, он узнал, что его компания хочет выпустить Hi-Fi Rush и Sea of Zivs на других консолях. Ну, это первые были ласточки. Потом пошла волна, что хотят выпустить кучу всего, что, короче, там чуть ли не геймпасс на PlayStation, и вот это всё. Ну, и, видимо, Фильчик такой думает, надо людям-то рассказать правду, что это всё наполовину правду. И он такой, я сам ничего не знаю. Я вообще не знаю, ребят. Я на Xbox сижу, ночивки в Vampire Survivors выбираю, я там кофигу всё. Короче, собрали они, значит, эту всю штуку, подкастик, и провели. И там вообще столько интересной инфы, на самом деле, было. Ну, самая главная инфа, что подтвердилась... Ну, не самая главная, но очень важная инфа, что реально подтвердилась, что Microsoft хочет выпускать Hi-Fi Rush, Pentium & Sea of Zivs и Grounded на консолях PlayStation и Switch, ну, Switch, да, вот. И при этом, получается, они за каждую игру по 30% будут отдавать с продаж платформодержателям, но всё равно при этом наварятся. Ну, конечно. Аргумент такой, да, что, как бы, эти игры уже побыли на Xbox. Да. Всё, уже собрали все сливки, которые могли. Хотя мы прекрасно понимаем, что Sea of Zivs — это вот вообще не про эту историю. Это всё не так, на самом деле, работает. Они, как бы, аргументировали это тем ещё, что надо было как-то придумывать, как развиваться дальше, и вместо того, чтобы просто собирать денежки с игроков, они решили, что нужно прыгнуть на другие платформы и собрать денежку там. Собирать денежки с других игроков, не только с своих. Реально, зачем делать новые игры, если можно продать старые новым игрокам? Да, всё логично. Не, на самом деле-то почему-то. Да, да. Я только за вас. Зря Activision Blizzard покупали. Просто смотрите, получается, какая логика. Вот они купили Activision Blizzard, да? Ладно, они там на пеке будут собирать, на боксе они столько собирать не будут, надо же доить из всех остальных. О, как это? Сыч, какой он вкусный весь. Сколько там продано? 100 тысяч миллионов. Я помню, Фили, я хотел вообще Call of Duty на Сыч выпускать. Это будет что-то. Ну, будет, да. Слушай, ну, на V, на V был Call of Duty. Да, я помню. Да, 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 был. Да, и вообще, то есть, такой демейк вполне себе. Нет, слушайте, колда выходила на Vita даже. Да, на Vita, кстати, прикольно вроде была вообще колда. Да, даже хардкорная плашка там, по-моему, насколько я помню. Вот, ну, то есть, почему нет, а Сыч там он такой, ух, ух. Там ещё плюс мы потом чуть попозже порассуждаем о более жирном Свитче на горизонте. Да, даже Свитч Фат будет называться. Свитч, да, не два, а просто Фат. Фат, да. Ну, хорошее название, кстати. Прям вот причём П-Э-Ш-А-Т-И-А-А-Т-И-Д, короче. Пхат, типа. Окей, вот, в общем, начали рассказывать они всякие штуки, что Game Pass вообще прекрасно себя чувствует, что аудитория растёт. Они тут, значит, заменили Live Gold на Game Pass Core. Да. И всё это супер. Ребрендинг. Да, да. Чтобы никто ничего не понял, что всё, по-старому осталось. Да, Xbox Game Pass Core, по сути, получается сейчас как PS Plus Essential, самая нижняя подписочка, условно говоря, да? Ну, получается так, практически. Просто появилась инфа, что будут игры Activision Blizzard все, как сказала Сара Бонд, добавлять в Game Pass, опять же. Только тут же в разных источниках есть опровержения. Я бы досконально там не изучал в тот момент. Да, я видела, что якобы Diablo 4 будет в Game Pass, а при этом я недавно видела 100-500 новостей, что нет-нет-нет, никакого Diablo 4 в Game Pass. Вы чё? Она и так зарабатывает. И я и хотел сказать, что типа Game Pass Core, он в Game Pass Core не будет. Вот в эту подписку не добавят, а в остальные добавят, да. То есть уже, получается, какого там числа, 28 марта, всё, народ сможет поиграть в Diablo 4 на боксе. А потом и в Call of Duty, получается, вовсе. Ну, когда-то. Да, когда-то потом. Когда-то, когда-то. Наверное, с выходом новой части, скорее всего, так? Да, когда купят. Так, животрепещущий вопрос, наверное, у вас мог возникнуть, что будет с какими-нибудь жирнюками типа Старфилда и Индианы Джонса. Вот, Филушка пока не может ничего конкретного сказать. Да он сам не знает ничего, не понимает, что надо делать. Да, то есть такое ощущение, что Фила просто такие, слушай, мы тут порешали, пока ты там ачивки выбивала в Empire Survivors. Мы, короче, вот так сделаем. Он такой, ну ладно, делайте ещё. Главное, чтобы всё хорошо. Activision Blizzard же купили, а остальное вообще не важно всё. То есть дальше можно вообще, в принципе, не развивать компанию. Это главная победа. Продолжая логику, нужно пособирать все сливки, да, с этих игр. Поэтому давайте быстренько все забрасывайте Старфилд, Индиану пока не берите, давайте сливки, чтобы мы быстрее собрали, и мы все поиграли. Да, просто смотрите, получается, Activision Blizzard, когда они приобрели, да, там очень много всего. На ПК, говорю, они ладно насобирают, но в боксе-то, блин, такого дикого хайпа, ажиотажа не будет. Вот, поэтому мне кажется, тут сейчас, если хорошо пойдёт вот с этими четырьмя играми, которые уже планируют выпустить, и всё будет круто, то Старфилд и Индиану Джонс, ну, это просто уже гарантированно, потому что через какое-то количество времени выскочит. Мне почему-то кажется, что Sea of Thieves и Hi-Fi Rush прям должно хорошо принять на PlayStation. Типа прям таких игр там не хватает. Sea of Thieves вот после того, как Skull & Bones вышла, только что-то Corsara не очень хорошо вернулись на ПК. Да, 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 да. Да, 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 да. Альтернатив немного. Ну, блин, это вообще, это отдельные слёзы. Нет, господи, это как мем уже. Скаллент Бонз должна была бы выйти условно бесплатно, и все было бы окей. Или бы даже оценки, я уверен, были бы выше. Ну, может быть. За 70 баксов это просто капец. Это как я не знаю. Да трешняк. У тебя на заднем дворе растут ранетки, а ты пошел купить красные яблоки за 70 долларов. Вот, условно. Нифига группа вот эта вот. Да, да, да. Классно, да? Классно, да, как у тебя на заднем дворе группы. Да, да. Растет. По сути, ну, они маленькие же были, а потом они на детской площадке у меня во дворе играют. Нифига, они из Омска все. Ну, нет. А вы представляете, старая группа по виду. Это яблочное вино. Кстати, напомню, в Sea of Sips есть ачивка недостижимая, которая практически со старта недостижима, потому что они там какой-то режим отключили. Интересно, а как они переносут вот они все ачивки в призы? Они вырежут недостижимую или чисто по приколу добавят сразу? Мне кажется, если они все правильно сделают, в последнее время идет тенденция на ослабление вообще вот этих сложностей везде по ачивкам, по крайней мере. Ну, я так вижу. Я художник. Это деградация. Вот. Да, в Hi-Fi Rush вряд ли что-то уберут, потому что там все ладно, складно, и там просто надо обмазаться. Ну, Hi-Fi Rush это просто хардкорище. Да. Я просто... Смотри, вот как вышло Tomb Raider 1, 2, 3, ремастер. На PS4, значит, три платины, по 90, по-моему, почти трофеев в каждом списке, а на PS5 ни одной платины и один большой список из 276, по-моему, трофеев. Ну, хигер я. И не, реально, то есть там три списка, тут один, там три платины, тут ноль платины, и вообще жесть. Там даже золота, по-моему, нет, там только серебро, 8 штук или сколько, ну, немного там совсем, и остальное все бронза просто. Наркоманы просто. Да, положался. Что же вы творите? Просто жесть. То есть, прикинь, люди, которые купили такие на PS5, лучше PS4 версию взял. Ну, да. То есть, такая история. Ладно, мы немножко отклонились от темы. У нас никогда такого не было. Надо было это обсудить обязательно. Это важно. Это трофеево важно. А Pentiment, наверное, уже сразу переведенное выйдет. Тоже классно. Ее же перевели, насколько я помню. Русский язык она получила. Да, что-то такое было. Да, и на PS5, соответственно, запросто может выйти в условной Турции уже с переводиком, что классно тоже. Повод обмазаться. Ну, так вот. Что еще важно? По геймпассу. То есть, геймпасс, это все. Не обсуждается, что он перебирается на какие-то другие платформы. Это прерогатива чисто ПК и бокса. А жаль. Вот. Ну, да, жаль, конечно. Потом, значит, игры Xbox будут выходить в геймпасс. И тут не совсем понятно. Игры Xbox — это все, что принадлежит Microsoft, включая Activision Blizzard, или это какие-то конкретные команды? Потому что, ну, по сути, Activision Blizzard сейчас одна большая внутренняя команда. Это же странно, конечно. Поэтому такая вот история. Ну, и не планируется такого, чтобы выпускать, значит, игры не на Xbox. То есть, условно, как было с Deathloop, да? Когда игра вышла на ПК и на PS5, уже в преддверии покупки товарищей из беседки. И договор не стали менять, и все вышло только на PS5 и ПК, а на бокс она добралась попозднее. Такого тоже теперь не будет. Так что губеночку подзакатайте, господа и дамы. Ничего такого не планируется. Вот. Еще не исключает релиза. Doom, соответственно, ну, беседка в будущем. Microsoft Flight Simulator в текущем. И серия Geeks of War на PlayStation. То есть, я так понимаю, что старые релизы тоже сюда могут подтянуть. Почему нет? Сливки собраны. Да. Просто в плюсе выходит для ней как классик, почему нельзя что-то древненькое выпустить, допустим, со стороны Microsoft. Никто явно не мешает. PlayStation 5, я так понимаю, сильно дружелюбнее для заработчиков, и они комфортно себя чувствуют на этой системе. И все тащат, все, что можно. И вообще PlayStation 5, конечно, прекрасная консоль. Водкой с ней пока она спит постоянно. Ну, в спящем режиме, в смысле. Потом, значит, что интересного еще? Tales of Arise, которая у нас 20 февраля появилась... Серега, спасайте. 20 февраля появилась в PS Plus, да, недавненько уже месяц. Вот. То есть, 20 февраля, да, она вот туда забралась, и она в Xbox Game Pass появится. И мне это... 24-го года, на всякий случай. Ну, хорошо, мало ли, мало ли, да. Просто такая тенденция тоже, что игры, которые попадают у нас в плюс, потом могут запросто выскочить в геймпассе. Причем чуть ли там не одновременно, очень близко. И тут вот такая же ситуация, получается. Вот. Это мне напоминает там персоны и гудзы, вот это все. Это уже происходило. Это как мем списывает, только они точь-в-точь, но получается точь-в-точь. О, да, о, да. Вот такая история. А еще, еще очень суперсерьезный момент, который меня прям, ну, прям зацепил. Это про железо. То есть, слухи про железо появились до вот этого подкаста. Ну, и Филу, Филюшку спросили-то, а он сказал, что он про тетивки любит. Вот. Похохотал там, все такое. И, да, и ничего не анонсировал. Но железяку в конце года хотят какую-то показать, представить новую. И, соответственно, я думаю, что это будет, знаете, вот как выходили геймпады от GameSeer, которые превращали телефон в условный аппарат для облачного гейминга. Плюс у PlayStation есть ее портал, и, соответственно, что мешает... Я только хотел рассказать, что это... Это ужасно. Ну, что? Ты хотел как кошка, типа такой... Да. Как PlayStation Portal. Примерно. Да. У меня... Оно есть, оно никуда не делось. Я не знаю, его, кстати, никто не пробовал там ломануть, ставить на него ретро-игры? Это ж... Оно прям просилось, по-моему, нет? Я не призываю, я просто интересуюсь. Я для друга спрашиваю, да? Можно ломануть и заставить его нормально работать хотя бы, потому что прикол в чем? С порталом есть input lag, а когда ты запускаешь дистанционное воспроизведение его нет. Интересно. Короче, да, они могут запросто сделать вот такую систему, то есть, такой хиленький конкурент. Я напомню, мне кажется, что они выпускали майки, выпускали какие-то тут патенты и хотели сделать новый геймпад, в котором будет акселерометр, и скорее всего, это не реальный гироскоп моя тема, а просто акселерометр, который будет реагировать на поднятие. Типа пробуждение консоли или самого контроллера автоматическое включение, просто когда ты его берешь в руки. А если ты пыль протираешь? Тоже будет реагировать. Эй! Ну за говно! Не, зачем нам вообще это все? Что? Я не хочу так. Это как вот эти опции, когда у тебя телевизор включается вместе с консолью. Ну это вообще бесполезная хрень. Лучше бы реально гироскопы сделали. Игры бы лучше выпускали. Гироскоп надо. Для развития... Именно Xbox сейчас тормозит развитие гироскопа очень сильно, потому что только у них нет его. Фил, ты слышал? Ты игровую индустрию тормозишь. Да, верно. Какой ужас. Блин, ну получается надо все продумывать для Сережи. Фил, займись вопросом. Не так, это должно было звучать. Не, у Сереги просто, если что, используется Xbox как подставка для мебели. Нет, как подставка для тряпочки. А, да. Вот это, знаете, как у бабушки такая плетеночка была? Да, такая вот. А ты цветочек ставишь сверху? Пока нет. Кстати, надо найти какой-то цветочек. Да, Фил, пришли, цветок. Только нескусственно. Почему? Валевать не надо будет. Ты не ешь, главное, у вас. Не, я хочу, нормальный цветочек. Нормальный цветочек, купи. И нормальный гироскопчик. Фил же говорит, покупайте нашу экосистему, и все будет классно. Не будет. Нет, Филе это не нужно. Филе не нужно? Да, Филе много чего не нужно. Да, вот он хочет ненужную портативку, видимо, выпустить еще. Слушайте, он должен как-то вот подумать над этим вопросом очень серьезно, потому что успех свитча, даже на фоне мобильных игр, распространения сумасшедшего вот этих игр на смартфонах, которых много, он удивляет, потому что свитч, ну, тащит. А свитч тащит просто потому, что на него выпускается вообще все. Все дерьмо тащат на свитч. Я имею в виду даже неплохие игры и кучу инди, а хорошие игры тоже тащат на свитч. Он просто все, мне кажется, больше всего релизов, по-моему, на свитче появляется. Просто вот удивляют. Старье всякое тянут. Плюс свитч, он типа дает доступность практически любому человеку для игр. Потому что ты не привязан к какому-то телевизору или к какому-то вообще месту. Ты в любом месте. Ты ставишь свитч и фигаришь там. А еще гироскопы. Гироскопы вообще. Гироскоп. Не, мне кажется, круто еще, что ты можешь взять его с собой и с кем-то поиграть. Да. Это тоже отдельное вообще удовольствие. Ну и как бы, несмотря на то, что он в целом-то громоздкий, ну хорошо, когда у тебя такой большой экран. Поэтому все круто на самом деле. Ну, на самом деле, Нинтендо огромный вклад внесла в развитие героима. Что? Геро. О, господи, я думал, ты Нинтендо и что ты от просветия. Название наркотического средства. Я запикаю, я запикаю. Луточка, я надеюсь. Не, они как бы подсадили многих, я согласен. Не на то подсадили. Не, я просто помню вот чистейший кайф от перехода, когда у меня была PSP, да, и я DS-ку себе взял. Причем, я раньше не покупал консоли, я менялся постоянно. И вот я менял когда на DS-ку и, блин, это какой-то диссонанс вообще сразу в голове. Тут тыкал кнопочки, тут у тебя в Нинтендокс, я думал, у меня сенсорный экран на дутье реагирует. Я там, давай играть в A-Saturny, тут этот стилус. Короче, блин, так порвало вообще все игровые шаблоны разом. И вот я с тех пор с удовольствием всегда. Дуешь? Нинтендо. Да. Какая-то коварка. Да, пластиковые растения. Ой, блин. Так вот, что-то у нас вечер отступления. День, вы знаете, знаю, который раз. Когда слушают, тогда и есть. Ну, да, возможно. Вообще не должны напалить ни время записи, ни дату. Да, это перед Новым годом еще записи. Перед прошлым. Да, согласен. Ой, ну вот. Собственно, вот основные моменты были, какие озвучены, как мне кажется. Вам есть что-то добавить? Потому что, блин, массив информации был большой. Есть над чем подумать. Мне вот теперь очень интересно увидеть портативку, да, очень интересно поиграть в Sea of Zivs на PlayStation. И, блин, я не знаю, какие еще сюрпризы от них ждать. В целом, наверное, Indiana Jones точно, мне кажется, перенесут, потому что денежку она захочет заработать как для Microsoft, и они не будут против. Я что скажу, если мне память не изменяет, Филя вообще изначально выступал за доступность типа игр на всех платформах. Он вообще типа против эксклюзивности вот этого всего. Поэтому вот эти вот шаги ну, прям крутые, на мой взгляд. Я тоже за то, чтобы все игры выходили везде, и ты мог со всеми друзьями вне зависимости от платформы играть во все. И вот это круто. Очень круто. Я за то, чтобы и Starfield там появился на плойке, и все остальные эксклюзивчики. Ну, реально, мне кажется, сами платформы, они должны брать сервисами, а не играми. Так должно быть изначально. Ну, тогда просто самим игрокам станет жить лучше на платформах, потому что сами платформодержатели будут соревноваться уже именно в сервисе. То есть, они будут предлагать там лучше контроллер, лучше там соединение, например, онлайн, лучше подписочку, лучше там, не знаю, какую-нибудь автономность, еще что-то. Ты знаешь, только что портал VAT начал открываться, когда у тебя улучшается соединение за определенный уровень подписочки. Нет, ну не за подписочку, я просто вспомнил, как PSN работает, это боль. О, да, я тоже тут товарищ покупал на работе PS4, приносил ее, мы отправили, и я посмотрел, как она медленно работает после PlayStation 5, и такой думаю, господи, это же сколько времени ты тратишь просто по навигации, за навигацией по меню, ожидания установки, вот это все. А раньше это было нормой. Да, да, а раньше, я помню, все за счастье было, а сейчас тяжело уже. Помните, ведьмака оставишь на загрузку и пошел. Да. И пошел за пенсию. Вот это замечательная портативная консоль от Microsoft, которая, возможно, выйдет, мы опять же не знаем, да, потому что они также сказали, что они работают и над следующим поколением в жилетах. Да, но это не скоро. Ну да, то есть это будет условный Xbox One XY и кратко. Нет, это будет FAT, Xbox FAT. FAT, FAT. Да. Xbox FAT, Xbox One X FAT, или Xbox One X XS, FAT Game Pass Edition to PlayStation Switch покупай. Что это такое? Что-то сложно. Мало ли, как они это все подадут. Я же в смысле сбился. Это было очень гениально. Да, вот они могут представить какую-то такую железку, потому что они над новой уже работают. То есть, может, какой-то анонсик сделают в конце года, а может, все-таки вот эту портативочку покажут. И тут же у нас перед этим всем поползли разные слухи про Switch 2, про которые, в принципе, давно слухи ползут. И про Vita. Вот у меня больше про Vita сильно зацепил слух. Почему? Потому что каждый раз, когда я вспоминаю, что у меня есть Vita, там, заряжаю ее и трогаю ее, играю в нее, там, получается очень классное ощущение. Vita классное, да. Да, до сих пор непонятно, зачем они так поступили с консолью. Понятно, что, может, она не настолько успешная была, но все зависело от них. Фили вот вообще никакой консоли нет портативной, он ее хочет создать в теории. Да. И, в общем-то, какие слухи появились? Товарищ блогер под ником Moorslowindead, или это, я не знаю, название канала, возможно, он сообщил, что там будет 16 гб оператива и чип на AMD. И, по сути, якобы, это железо позволит запускать игры с PlayStation 4 и PlayStation 5. И, соответственно, теоретически релиз может состояться к запуску PlayStation 6. Вот. И, значит, Sony уже ведет переговоры с AMD на тему этого чипа. И тут встают какие-то вопросы, что почему человек утверждает, что чип будет, но Sony ведет переговоры, там заключила контракт, где он взял инфу про концепцию, вот, как он определил без технических характеристик, что он сможет запускать PlayStation 4 и PlayStation 5. Так придумал. Если бы он этого не сказал, никто бы не обсуждал ничего. Ну да, то есть выглядит как такая пальцем в небо инфа, но хочется в нее очень сильно верить. Почему? Просто потому, что нравится на вид. Да, просто поверить в то, что это будет, и все. Правдоподобности, знаете, что добавляет? Тот момент, что всегда, когда выходили консоли Sony портативные, всегда говорили, вот, допустим, выходит PSP, она сможет запускать игры с PlayStation 2, все, ура! Выходит PSV, она может запускать игры с PlayStation 3, все, ура! PSV 2, она может PS4, PS5, все, погнали! Мне кажется, вот это добавляет правдоподобности, как раз потому, что всегда такие разговоры ходили, это забавно, прям очень забавно. Ну, пока это все слухи, то есть, это где-то еще какая-то инфа была тоже, то есть, несколько источников, опять же, утки запускаются очень легко, один стрельнул, все подхватили и потащили, вот даже мы, условно говоря, обжевываем, хотя это может быть просто полная туфта, поэтому предупреждаем сильно заранее. Так же, как и портативка от Fila, вот, просто теоретизируем и думаем, хотим мы или не хотим, и, конечно же, хотим, но это бесплатно, на эти все. Вот, значит, что еще? Значит, такой аппарат, как Switch 2, тоже, слухи, слухи, вот это все инфа. Это уже сколько лет это тянется? О, давайте слухи переживаем до 5, до 6 лет. Да, как только подкаст запустился, вот и пошли. Ну да, просто, как бы, Switch очень давно уже на рынке. мне все казалось, что я вот позавчера купил буквально, а он уже, блин, столько лет, и все, все играют, то есть, только продано консоли. Сколько джойконы дрифтят-то? Ну, кстати, у меня на Оледи так и не задрифтили джойконы, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Вот, на старом-то я же там ВД-шкой поил, поил все классно. Ну там они всякие ревизии выпускали, улучшали там что-то вот это, ну, видимо, помогает потихоньку. Ну, видимо, и обновления, которые выходят, тоже чем-то помогают. Какие обновления? Джойконы обновляются, софт джойконы. да, не, софтом это не справить, там механическая проблема была. Может, какая-то калибровочка еще там происходит? Если, если ты откалибровать дрифт, то у тебя стик становится капец какой нечувствительный. Так он и так нечувствительный. Нет, он еще больше нечувствительный. А типа вообще не работает. Ну, то есть смотри, если ты попробуешь на софтовом уровне убрать дрифт, это когда он резко перескакивает. Вот на свече примерно так было, когда он резко скачет в какую-то сторону, тогда когда ты будешь отклонять стика реально в какую-то из сторон, он не будет на это реагировать. Слушай, там не было резкого. У меня не было резкого, кстати. У меня было очень медленно. То есть, знаешь, так, ничего не происходит, и персонаж такой, типа, уробка хочет сделать шаг назад. Да, ну, такой тоже вариант был, да. Ну, типа Dead Zone повышать. Только так можно его исправить. Ну, видимо, что-то они все равно делают, потому что даже инфа, я помню, была, что люди некоторые после обновления софта говорили, якобы у меня дрифт ушел. Выглядит тоже, конечно, как что-то невероятное, но... Не, ну, если реально такой дрифт, который просто от Dead Zone зависимый, то да, такое исправляется. Там же даже средствами самого свеча можно откалибровать стики. Да, да, есть такой. Тоже есть, согласен. Ну, вот, такая вот штука. Получается, что ходят на слухи давно, потому что консоль очень долго жива. Вот все стики там уже попеременяли, попеределали. Сначала слухи были про Switch Pro. Да, да, Точно. Это после его лета про Switch Pro начали живать, и что такое. Да, помните, типа Zelda 2, вот это все. Ну, да, блин, наверное, оно просто переросло, это все, Switch Pro в Switch 2, возможно. Потому что Switch 2, по слухам, поддерживает игры со Switch'а. И мне кажется, сейчас следующие платформы выпускать при наличии аккаунтов жирных у многих людей без поддержки и обратной совместимости, это просто выстрел известных флорганов. Ну, реально, то есть, представляете, сейчас выйдет какая-то PlayStation 6, вам скажут все игры, которые у вас в PS4, с PS5, это все можете... Ну да, это уже молитон получается. То есть, они себя загнали все сейчас в ловушку. Единственное, не загнала себя в ловушку Nintendo, у которой Switch не поддерживал с прошлого поколения. Факт. То есть, а сейчас они хотят выпустить консоль, которая тоже их загонит в эту ловушку. А Xbox в этом плане, конечно, вообще красавцы. То есть, они сейчас с какого? 360-го поколения потянули это все. Прям диски можешь вставлять в консоль. Ну, это развал, просто развал. Они скоро, мне кажется, ПК научат так делать. Вставляешь и играешь. Вот. Что у нас там по инфе? Значит, сначала была инфа, что покажут в марте. То есть, вот, в этом месяце буквально, Серега, опять спасаю тебя. В прошлом, в прошлом месяце. Ну, ладно, ладно. То есть, в прошлом месяце. В прошлом месяце. Ну, короче, должны были вот показать в марте. Без привязки по времени, хорошо? Типа, отмотай назад. 24-го, 24-го года. Никто не в курсе. Да, 25-го года. Да нет, правда, в марте 24-го года. Хорошо, хорошо, четко все. Вот, в марте 24-го года должны были показать. А теперь вы увидите, не раньше марта, а 25-го года. Да, Настя сказала, поэтому все, обломись. Не, правда, перенесли по слухам на 25-й год, на начало вроде бы. То есть, опять мы будем целый год в теории, уже который год мы будем все, вот это, Switch 2, Switch 2, Switch 2. Да, обсасывать все слухи. Там, значит, у них будет обратная совместимость с играми с PlayStation 4 и PlayStation 5. И Game Pass там сразу будет. Да, и Game Pass там сразу будет. Идиар очки в комплекте идут. А еще вот... Причем Oculus Quest. HDA, трассировка лучей, Unreal Engine, OLED. OLED полупрозрачный экран, который с проектором на стену. А еще вы сможете, как вот эти модные телефоны, которые на руку, как браслет, также сможете свой Switch обматывать в руки. А еще там стоит Винамбе, косынка сразу же. Это уже бред какой-то. Переборщик. Блин, переборщик. Сорян. Ну, короче, Амибо. я вспомнил историю. Когда мы на Игромире были, там стояли игры, типа, прям на тот момент мощные компы игровые в выставочном зале. Там чувак сидел, косынку собирал. Для него это было важно. Мне так осточертели, говорят, ваши игры. Да, да, да. Расложу косынку. Я просто, знаете, еще не могу понять. Мы разговариваем про Switch 2, а я до сих пор не верю, что он нужен. То есть, вроде бы как Switch чувствует себя настолько комфортно, что как будто бы и не надо другую консоль. Ну, реально, объективно. Ну, не знаю. Если вспомните последнюю Зельду, то, мне кажется, уже потихонечку надо как-то уже. Слишком масштабные игры она уже потихоньку не вывозит. Да, просадочки есть. Ну, понятно. Поэтому, наверное, говорят, что она будет работать с Unreal Engine 5 и с трассировкой лучей. Надо что-то жирка нагнать. Но, опять же, надо губу закатать, что там явно это будет не уровень типа прям полноценной консоли. Ну, все равно. То есть, сам Switch показал, что какого-нибудь Ведьмака в кармане таскать 3 это вполне реально. И я до сих пор, честно, кайфую от этого. Да не больно, но вот смотри. Больно. Реально, но больно. Просто, когда ты играешь в что-нибудь такое, ты прям офигеваешь. Я на работе играл в Red Dead Redemption, да? То есть, ну, понятно, что не суперсвежий, но когда-то я дома на консоли его запускал и думал, блин, вот он тут типа красивый, такой классный. А тут я на работе сижу и он мне кажется на маленьком экране таким же красивым и классным. Поэтому это суперские ощущения. И вот если Switch сможет хотя бы, не знаю, чуть помощнее вещи запускать и чуть постабильнее и покрасивше они будут работать, то ему цены не будет, наверное. Только если Vita 2 не выйдет и консоль не выпустит. Ну вот. Короче, вот такая штука. И что еще было по инфе? По инфе было еще, что она получит Switch 2. Она. Консоль, в смысле. 16 ГБ оперативной памяти. Типа как Steam Deck. Ну, опять же, Steam Deck какой? Старый или новый? Я за характеристиками особо не следил. Новый же там Steam Deck. Олет, он же там помощнее будет. Ну, чутка. Но там основное преимущество именно в экране и в автономности. То есть он дольше работает этот аккумулятор. А вы чувствуете вот эту схожесть, да? Сначала вышел Steam, потом Steam Deck, Steam Deck Олет, потом пойдут слухи, что Steam Deck Pro выйдет, а потом выйдет Steam Deck 2. Уже ходят вообще-то слухи. Да что ж такое? Я вижу определенный паттерн. Окей, значит, в Филе надо выпускать сразу Microsoft 2 консоль, чтобы всех обогнать. Или Microsoft 3. Так же работает индустрия. Надо постепенно все продавать. Все мощнее и мощнее. Чтобы стричь кашу. Ну, не знаю, учитывая, что Nintendo сколько, 7 или 8 лет, все продает пока только слухи про вторую стричь. Не бы так хорошо. Они же выпустили OLED, выпустили Lite. Вот, они все продают. Да, и свечи, покупают свечи без остановки. Разных цветов там еще. Да. Кто-то 3DS-ки до сих пор покупает за DS-ками. Ну, вот, причем за очень дорого. Да. Вот. Виды покупает до сих пор. Тоже задорого. Да, я вот свою не продам, не хочу. Люблю. Ну, спящего режима нормального нет, я с ней не фоткаюсь. Вот. Ну, короче, классная инфа такая всякая. На самом деле, очень интересный год ждет нас впереди. 25-й, там, 24-й. В плане, железо, наверное, потому что подходит уже, по крайней мере, свечок. Вот, анонсы потенциальные тоже могут быть. Портал нас сильно разочаровал, я буду идти. Что-то загорелся сначала покупать, потом думаю, зачем он был. Фух, я думал уже Портал загорелся у кого-то. Ну, запросто, тоже не случайно. Вообще, люди с консолями по-разному вращаются. Знаете что, а давайте тогда перейдем к самой важной информации на сегодняшний день. Да. То есть, все это было мелочь. Речь у нас пойдет про заработок. Заработок Егора. Егор у нас бизнесмен, и он просто громадные деньги каждый год делает на Epic Games. Ебой. Да, это просто прекрасно. Давай, Егор, ты расскажешь, сколько ты заработал за 23-й год. Я, я опытный, хороший человечек. Знаете, я очень всегда смотрю с ним там. Это бизнес трейдинг пошел, что ли? Это да, это да. Понял, понял, понял. Записывал, я записывал. Да, ты записываешь? Да, в общем, чтобы зарабатывать много денег, много денег вам нужно, да, зарегистрироваться в Epic Games Store. Вы сейчас уже упустили много выгоды, много выгоды упустили, вот, много лет пропускали, не получали игры, но сейчас вам стоит зарегистрироваться, зайти, посмотреть, что там раздают, и начать получать игры, потому что в прошлом году 86 игр на сумму 185 тысяч рублей было раздано, 185 тысяч рублей на ровном месте, понимаете? То есть, если бы у вас был аккаунт сейчас с играми, вот с этим, а если бы собирались в прошлом году, могли бы продать вот сумасшедшие деньги, могли бы закрыть ипотеку, могли бы купить себе новую почку, не, ну, стейшн 5 серии. Ты увеличивай за 165 тысяч рублей. Это, вы просто не верите в себя, ты должен поверить в себя, соберись тряпку, поверь в себя, все получится, просто качай игры и бейкингстоп. Я сразу тряпку на Xbox вспомнил. Потому что 270 миллионов пользователей уже поняли, что за то можно получить деньги, за то можно зарабатывать, можно всегда иметь хорошие деньги. Они скачали игры 586 миллионов раз. Это сумасшедшие числа. Да, в 24-м году раздача продолжится. Крупных игр. GTA 5. GTA 5. Подожди. Почему? Как будто я слышу прогрев какого-нибудь, это, знаете, курсового инфо-цыганского. Подожди, если 270 миллионов пользователей скачали всего лишь 586 миллионов раз игры, получается, каждый по две игры скачал. Да. Вы слушали меня очень внимательно. Очень внимательно. Потому что общая аудитория выросла до 270. В том числе благодаря раздаче. Потому что 86 игр на 185 тысяч рублей это сумасшедшие деньги. То есть в основном люди скачали оттуда Fortnite и какую-то бесплатную игру, которую раздавали. Правильно я понимаю? Да, да. Вы не поняли, это много ходовочек зарабатывает, здесь только Epic GameStop. Поэтому эти умные ребята уже анонсировали на 24-й год ряд приятных изменений для своего магазина. Если у вас есть какой-то товар, а вы хотите купить набор, это магазин на диване, что ли? Уже пошел? Да. В общем, вы сможете купить набор дешевле. Да. Если позвоните прямо сейчас по нашему номеру. Короче, в Epic Game Store наконец-то привезут предварительную загрузку. Я вообще удивлен, что ее на самом деле не было. Это шок. Так-то вообще ничего нет практически. Ачивки. Ачивки добавили, да. Не во все игры, правда, но и да. А теперь добавят еще автономный режим. Сторонние подписки добавят. Офигеть. Социальные функции список друзей, хотя обновят просто. Вот, еще обновят. Обновят еще менеджеры загрузок переработают. Господи. Вот, автономный режим, кстати, есть его, просто тоже обновят. Короче, ничего делать не будут, я понял. Они просто будут игры опять разновать, суперстратегия. Не, ну как, предварительной загрузки игр типа не было, получается, у них? Ну, наверное. Слушай, мне интересно, надо будет просуммировать все игры, которые я забрал в EGS, вообще ничего не пропускаю. На самом деле, фишка в том, что мы, конечно, меньше заработали, потому что ряд игр не были доступны в России. Только с VPN. Да? Да. Поэтому. Ну, и мы все равно не плачем, потому что это был очень выгодный год. Очень выгодный год. Ну да, мы же ничего не потеряли. Слушай, Epic Games Store это как бесплатная подписка одна ходячая. Короче, за нее не платишь, но игры тебе дают. Причем не каждый месяц, а каждую неделю. И при этом ты не играешь в них потом. Не играешь. Ну, как с реальными подписками, да. Да, только Fortnite. То есть, ты получаешь игры просто как по плюсу забираешь, потому как раньше было. только ты без плюса играть не можешь, не без плюса играть не можешь, а тут можешь. Да, но все равно не играешь. То есть, Epic Games Store он лучше любой подписки. Да, пока живой. Спасибо, что живой. Да нет, слушай, мне кажется, они его уже хоронить не будут. Это наоборот, уже они потихоньку, мне кажется, выйдут. Они же с 27-го, по-моему, году хотели начать получать с ним прибыть. Да. Когда все игры из него раздадут уже. Да, все. Блин, а что мы будем продавать? Мы будем продавать. Сделаем подписку. Да, чтобы получить доступ к своей библиотеке, оплатите подписку. О, да. Слушайте, ну, если добавить сторонние подписки, это, наверное, какая-нибудь EA подписка, потом Ubisoft Connect, это, наверное, Game Pass может продавать. Game Pass, вряд ли. Не, ну, компуктерная же, все. Почему нет? Просто Фил будет распространять Game Pass. Пока Game Pass не ушел за пределы Xbox, и вряд ли уйдет, мне кажется. Именно вот экосистема. Экосистема. Ну, что с ним, им для того, чтобы вот эту всю штуку продвигать на Epic Games, ему же процент придется им отдавать. Им нафиг это не надо. Ну, да. Ну, такая все равно аудитория, нет? Хотя лучше с Гобеном наверное договориться. Блин, это было бы вообще, конечно, топово. Если Steam, плюс Game Pass, ну, это все мечты, вряд ли реализуются. Гобену деньги-то уже не нужны, он уже заработал, там уже, даже если инопланетяне нападут, если комет упадет, его родственники в будущем все будут обеспечены много лет вперед. Поэтому, в принципе, может он бесплатно там что-то. Гобены бесплатно в одном предложении звучит, конечно, пугающе. Ну, короче, вот такие пирожки у нас, да. Я что-то, по-моему, весь выпуск без остановки болтал, в общем, слова не давал. Вообще понравилось, замечательно. Блин, зачем я это сделал? Ты великолепен, После этого под нашим подкастом пишут, а у ведущей у вас только один. это Егор. Да, Насте опять ничего не говорила. Насте опять ничего не говорила. Простите, я спалю время, но я встала так рано и спала так мало, поэтому меня все устраивает. Мне так хорошо было. Можете порадоваться, что я в этот раз мало говорила. Тебе надо стрим спящий устроить. Я была бы идеальна в этом деле. Надо попробовать. Причем в бассейне сразу заспать. Да, интернат не забудь прикрутить. Но только, чтобы они тихо работали, чтобы не разбудить. Да, чем больше кидаешь, тем громче звук становится. я хотела сказать, что громкие тонаты только на большую сумму, что если уже будить, то хотя бы подел. Блин, опять бизнес-схема, да что ж такое? Остановитесь, мы все рассказываем. Примерно 185 тысяч рублей, чтобы было на один тонат, тогда громко будет. А, то есть это аккаунт тебе просто помог нуждающимся, закинул аккаунт. Да, человеку, которого пока нет. Да, допустим. Это такие помощники. Не, лучше подписочек нам на экстра накидать. Мы сейчас что, попрашиваем донаты? Мы всегда. Что, будем закругляться мы, короче, на этом. Значит, ну, начнем с того, что поблагодарим людей, благодаря которым мы здесь сегодня собрались. И Настя проснулась. Да, ради вас. Да, да, это Серега Атакон 1326, Витя Фунский, Биржака Герасименко, Олиджинал, Лена Фишек, какой-то рандом с Риги, Максим, пока других максимов нет, твои трусы в крапинку, Мульт, Мистер Фикс, Луси в 91, Икс Волл, и да можно не обращаться в выпусках. Попопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопоп и так все. И дыхалки не хватит, что рэпером станешь. Надо будет попробовать в следующий раз. Попробуем, окей. Ладно, сегодня с вами были я, Егор Федникс Бикейкович. И сегодня размайнивали... Я-то есть даже захотел, тоже согласен. И сегодня размайнивали со мной крипту обратно генерал Сергей Воронкин. Это я. Родственник Воронины. А также Настя Волтологистова, которая продала все копии ПАЛ. Волт Доспроп, что прошло выпуск. И онлайн упал, кстати. Это я вовремя все сделала, простите. Беда. Ну, в общем-то и все. До свидули, покидули. Приходите. Пока, кушки! Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!